Республиканские детские и сретенские чтения прошли на базе православного центра в Бендерах. Такое мероприятие проводят уже во второй раз. Его основная цель – приобщить молодое поколение к православию. В зале Бендерского православного центра школьники, педагоги, священнослужители. Сегодня здесь защищают исследовательские работы. Малыши и старшеклассники рассказывают об истории православия, религиозных праздниках и храмах республики. Каждая работа – это сочинение на свободную тему. Информация, которую ребята сами разыскивали, собирали и записывали. Всего на конкурс прислали четыре десятка таких творческих работ. Для защиты выбрали 13. Самых интересных. На антиплагиат проверяли все работы. Это прежде всего. А дальше уже есть критерии, по которым мы оценивали все работы. Конечно же, прежде всего, глубина понимания православной веры. Готов ли, знает ли, оплодит ли информацией или просто читает с листа. Знаком ли он вообще с темой. Это мероприятие проводится для того, чтобы привлечь внимание к идеям православия. Особенно детское внимание. Чтобы дети учились, кроме того, что они знакомились с православием, чтобы они учились еще и строить исследовательскую работу, оформлять ее и презентовать. Снежана и Саша – старшеклассники из Террасполя. Уже много лет, кроме обычной школы, ходят и в воскресную. В своей исследовательской работе рассказывают о женском монастыре Петра и Павла. Это обитель почти ровесницы ребят. В этом году отметит свое 16-летие. Это довольно молодой монастырь по сравнению с остальными. И хотелось именно о нем рассказать, потому что есть храмы, о которых часто готовили работу. О нем как-то умалкивали, хотя он тоже имеет огромную историю. Изначально мы посетили самый монастырь, поговорили с матушками, нам рассказали информацию об истории монастыря. Позже мы изучали различные документы, которые позволяли нам как можно больше узнать об самой истории основателей монастыря. Четвероклассники Аня и Артем тоже живут в столице, но заинтересовались историей Свято-Михайловского храма в селе Парканы. Мы приехали в этот храм, и нам очень понравились их ворота. Мы сделали очень много фоток на фоне их. Потом мы зашли в сам храм. У нас не получилось подняться на колокольник, потому что можно подниматься только в Пасху. Мне понравились вообще больше всего их купола. Они очень красивые. Защита творческих работ продолжалась несколько часов. Всех участников конкурса наградили почетными грамотами. Ну а призерам вручили дипломы и денежные награды. Наталья Сучкова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.